Говорят, хорошо там, где нас нет. Мы решили побывать в противоположной от Истры точке. Мы в Кашире. Кашира – один из старейших городов на юге Московской области. По возрасту Кашира почти в два с половиной раза старше Истры, а вот по площади и по численности населения городской округ Кашира в два раза меньше, чем Истра. Ну что ж, давайте узнаем, как живется Каширян. Добрый день. Мы к вам три часа из Истры ехали, чтобы с вашим городом познакомиться. Да ладно. Расскажите нам, чем он может запомниться, за что вы его любите или наоборот. Что он может запомниться? Смотрите, главная достопримечательность нашего города, вы прошли мимо нее, это вот СИЗО, следственный изолятор. Здесь очень много церквей. Здесь в одной Кашире. В первой только Кашире я не знаю, штук пять-шесть церквей. А вот то, что много церквей прямо в городе, не мешает это людям? Нет. Почему мешает? Чем должно мешать? Нет, конечно. Город меняется в лучшую сторону. Мы любим свой город. Нам уютно здесь, хорошо. Я здесь выросла и родилась, и училась, и работала всю жизнь здесь. Поэтому мне все здесь нравится. Как уеду куда-нибудь, хочу домой. Сейчас очень хорошо все оборудовали, сделали везде. И сквер хорошо сделали. Вот, и в Кашире-2 очень хорошо все оборудовали. Я думаю, что не хуже, чем во всем остальном Подмосковье. У нас хорошо. Добрые люди, очень много церквей. А проблемы какие-то есть? Проблемы? Да нет. Все хорошо? У нас, наоборот, все только начинает процветать. Мы строимся. Так что скоро построят пляж, сделают. Пляж сделают? Да, нам обещали. Уже проекты готовы. Вот сделали вот эту улицу. Ну, а как вам живется? Не знаю. Все удобно, уютно, комфортно или чего-то хотелось бы. Кстати, все комфортно, все уютно. Вот недавно отремонтировали улицу. Вот эту сделали красивую. Вот в этом вот году, например. И вот что удивительно. Мы вот шли-шли и по улице устали. И прямо тут же можно присесть и отдохнуть. А посмотрите, для машин какие замечательные кармашки. Не то чтобы парковка, но, по крайней мере, другим машинам уже они не мешают. По 60 с лишним лет прожили. Для нас это лучше города нет. Так что, что, здесь много достопримечательностей, сколько церквей. У нас храмы. Так-то очень много храмы какие, да. Так-то город-то интересный. В принципе, нормально, спокойно, тихо. Не хватает только для детей, ну, каких-то комплексов, может быть, чтобы семейные. Более, чтобы не ездить в Кашару-2, например. Город очень красивый, старый. Вот люди все добрые, доброжелательные. Вот, я сама живу здесь только одиннадцатый год. Ну, нравится? Я ступенский, нравится. Рай, как нам здесь живется? Не очень хорошо. Почему? Сколько людей, столько и мнений. Да, столько людей, столько и мнений. Вот ходим сами, ухаживаем. Кому-то плохо. Кому-то плохо. Никто ничего не делает. Что они делают? Одна партия сменяется, другая приходит в ЖКО. Ничего не убирается, ничего не делается. Так, а мы старые, что мы сделаем? Транспортная доступность, как больницы работают? Ну, транспортно нормально, больницы вроде тоже нормально. Не обижаемся, поликлиника, вот здесь у нас все на месте. А вы в многоквартирных домах были? Да, вот 50 лет. Ну, и как, бывают ремонты там, в подъездах, отопления? Подъезды чистые, отопление рано дали, хорошо. Да, в этом году как никогда дали. Топит очень жанко даже. Тепло, хорошо. В доме чисто, убирают хорошо. У нас вот сейчас одна компания, она сменилась. Мы довольны. Мы довольны ей. Хорошие. Я живу в этом городе достаточно давно, с самого рождения. Я переезжала, я жила в Москве два раза, и я все время возвращаюсь сюда. Мне просто безумно здесь нравится жить. И вот именно вот эта историческая часть города, здесь жили мои предки. И как бы это странно ни звучало, я действительно как будто бы ощущаю какую-то связь и поддержку с ними здесь. В этом городе мне как бы психологически комфортнее жить, и здесь инфраструктура меняется, и вполне есть здесь почти все, что мне нужно. Расскажите нам, как тут живется молодежь? Что есть для молодежи? Что хотелось бы, может быть? Ничего особенного. Мне интересно ничего. Нету ничего для молодежи? Да. Ваше мнение? Площадки плохие. Их портят дети. Ну как дети, и подростки тоже. А чем занимаетесь вообще в свободное время? Гуляем просто по улице туда-сюда, на лавочках. Погулять можно вот здесь на площади, только вот построили площадку. Много сейчас делают заведений, это очень хорошо. Каких таких заведений? Ну вот, вот Додо Пиццу построили, сюда можно ходить, отдыхать. А покататься, например, там на скейтах? А покататься тоже можно вот здесь на площади. Есть, да? Да. Каширские известия у меня в руках газета. Явно местные новости, но странная какая-то газета. Фотография главы только на третьей странице, да и то малюсенькая, прималюсенькая. А главы своего нынешнего знаете? Дмитрия Волкова? Да. Знаю, конечно. Ну вот при нем какие-то появились изменения? Много поменялось, очень много почт отремонтировано, детских площадок сделано, дорог. Так что мы гордимся им. Как вы бы оценили его деятельность? Без снятою, мы даже не знаю, что сказать. Во-первых, площадки, есть площадки для детей. Вот у нас там вот, где я живу, ну везде покрыли ткань. Нету. Да, ткани нету. Все-таки грязные дети вот так. А так вроде все нормально. Ну что ж. А так и бассейн там есть у нас. Да, и бассейн вроде есть. Работает он, да. Я не знаю, что для молодежи есть. Мы вот сидим, отдыхаем, на ладу. Да, гулять, выходим, часочек по два, по три. Ага, так вроде было. Какой глава был, я считаю, что с каждым менялось все в лучшую сторону. Он молодец, с ним тоже все меняется. И что, вообще никаких проблем? Нет, проблем много, но об этих проблемах я сейчас говорить не хочу. Проблем очень, как и везде. Был Волков. Был Волков? Да, а сейчас кто? А сейчас что, не Волков? Нет, а сейчас, говорят, он уже самой уехал в Домодедов, что ли, или где он там, я даже не знаю. Сейчас другой какой-то. Да, у вас сменился глава района? Да. Ну а при Волкове-то какие-то были, вот, я не знаю. Две еда были при нем. Лучше, худше? Лучше. Лучше? Лучше. Жалко вам такого глава? Молодец был, да. По крайней мере, он что-то хоть делал. Достаточно молодой, интересный, высокий мужчина, такой энергичный. Судя по публикациям, судя по блогу его в Инстаграме, как бы, ну, живет. Вот каждый день что-то новое, новое, что-то он сделал, что-то он выкладывает, что-то для Кашир, что-то он делает. С его приходом наш город просто расцвел. Вот, правда, у нас до этого тоже все было, ну, как-то более-менее хорошо развивалось, но сейчас у нас еще лучше все стало. На самом деле, прекрасно. Он же не очень давно, я так понимаю, года полтора. Вот с его приходом что-то стало меняться? Да, намного лучше. Он начал, получается, как все изменилось, он уже начал менять, то есть, обустраивать менее такие, которые раньше уделяли время, ну, допустим, и внимание на места. Да, вот, то есть, он же больше реагирует на просьбы жителей, то есть, не мимо ушей пропускает, он же как-то более ответственно подходит и проверяет. А встречается вообще с людьми? Ну, да, кстати, я видела, замечала, что вот в Кашире-2 когда делали, приезжали, он с жителями встречался, то есть, проверял, принимал, видимо, работу, что-то они там делали. Ну, с ним, да, лучше, он намного чаще, ты его видишь в городе, что он с кем-то встречается, чем нежели до этого города. Расскажите нам, как у вас тут живется, как у вас тут делишки? А так же, как быстро, все есть и ничего нету. Ну, все.